Продолжение следует... 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 Алаят, Атажолы, последний, который был признан, это Ат-Такфир, Таблик-Жамагат. И последний, который Исильским районным судом города Астаны, 15 октября 2015 года, у нас была признана экстремистская организация, исламское государство, которая запрещена деятельностью на территории республики Астана. Кто-то, слыша одну организацию, потом через год она может расформироваться, другое название, опять надо же ее признать экстремистской. Да, в целом правоохранительные органы у нас нацелены на выявление и пресечение деятельности запрещенных религиозных объединений. У нас есть ответственность за это, как и административную, так и уголовную ответственность. Уголовным кодексом республики Астана, статьей 45, у нас предусмотрена ответственность за участие религиозных объединений, запрещенных, признанных экстремистически и террористически, и запрещенных на территории республики Астана, санкция которой у нас грозит до 10 лет лишения свободы. Ну, также у нас имеется и административная ответственность, это статьей 490, административный кодекс республики Астана, где также запрещено участие в деятельности неизрегистрированных и запрещенных религиозных объединений на территории республики Астана. Знаете, мы живем вроде бы в благополучной стране, где царят мир и спокойствие, но совсем недавно мир потрясли такие теракты, как в небе над Шерм-эль-Шейхом, в Париже гремели выстрелы, как будто казалось людям, что началась война. Астана, скажите, насколько мы в безопасности находимся, подвержены ли наша страна возможному проникновению террористов, экстремистов различных мастей? В целом, государственная система и правоохранительные органы нацелены на выявление, также на обеспечение безопасности наших жителей области в целом и как и республики. И самым основанием для признания экстремической организации исламской государству, я бы хотел остановиться, это было основанием то, что высшую организацию судом установлено, что она является террористическим и противоречившим законодательству и международным договорам, в которых Казахстан является участником. То есть любой человек, заявивший, что он является активным членом, он должен быть уже уголовно наказуем? Да, то есть... То есть это очень важно, что уже какие-то предпочтения различным течениям уже нужно подавать, зная, что ответственность за это. У нас есть первый телефонный звонок, давайте послушаем, что волнует наших телезрителей, задавать свой вопрос в программе на частоту. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, вот, который хочу вас просто дать. У нас... Добрый вечер. Вот я живу в квартире, в благословенной квартире. У нас в соседстве уже есть квартиранты, одни квартиранты, одни вот эти платочки завязаны, перевязаны, даже у них дети завязаны, перевязаны эти платочки. И самое страшное, они посещают школу. Скажите, вы испытываете ли какую-то опасность для своей жизни? Конечно, после таких случаев, даже очень, после всех этих случаев, конечно, очень страшно. Еще их дети посещают школу, а дети, как губка, воспринимают все. Понимаете? А мы откуда знаем? Чем они там дети занимаются? Может, они не учатся? Может, распространяют что-то? Может, все это зло? Понимаете? Они везда просто этим детьми пересекают. Видите, после серии последних событий люди уже с угрозой, с опасностью смотрят на тех людей, кто подчеркивает свои религиозные приверженности в одежде. Вот как, что можно сказать людям? Ну, в целом у нас по области ведутся работы профилактического характера. У нас есть уполномоченный орган, у нас есть по области созданы 26 информационных пропагандист-групп, деятельность которых направлена на профилактику именно в светском направлении и с лицами нетрадиционного религиозного течения. Поэтому, и в целом работа не только ведется по линии профилактики, но также у нас привлекаются лица. У нас есть лица, привлеченные за уголовную ответственность, то есть это за пропаганду терроризма, за создание руководства террористических групп, за финансированные. Поэтому все эти лица у нас, так скажем, поле зрения, органы уголовного преследованы, и любая их противоправная деятельность у нас карается законом и преследуется. Я знаете, напомню вам, если вы помните подробности этого уголовного дела, то есть далеко ходить не надо. На территории нашей области создавались какие-то склады, какие-то схроны для хранения оружия, люди уходили туда, читали литературу. То есть скажите, насколько могла быть реально такая ячейка даже нашей области, когда это было, и какие-то подробности вот этого уголовного дела можно рассказать? У нас в 2012 году была, был предоточен, то есть была правоохранительными специальными органами выявлена террористическая группа, это было в 2012 году, которое составляло из 8 человек. 8 человек, это большое количество. Да, 8 человек. Данные лица были привержены к медитационно-радиционным течениям, в последующем данные лица были все выявлены и привлечены к уголовному ответственности за создание, за попытку совершения акта терроризма. А теперь они все-таки найти оружие, хранить его? Нет, ну специальными правоохранительными органами у нас были выявлены их места, где были захоронены, где у них были спрятаны их материалы, боепассы, и принятыми мерами данная ячейка уже была предоточена. То есть понятно, что исламское государство, оно делает как спрут такую сеть по всему миру, чтобы во всем мире чувствовалась угроза все-таки от их действий. Для чего это делается? Ну в целом, исламское государство, их основная цель это создание исламского халифата, охватывающего некоторые государства, это Африки, Европы и Азии. Найти сочувствующих сначала? Да, в том числе и Казахстана. Если, в принципе, вы знаете, в интернет-ресурсах у нас имеется очень много материалов, в которых размещены материалы, где их государство будет охватено в течение ближайших пяти лет. И в этих роликах они, в принципе, совершают казны, либо какие-нибудь жестокие насилия в отношении своих граждан и иностранных граждан. Давайте к этому мы еще вернемся, вот к частности, к ролику. У нас есть телефонный звоночек от наших телезрителей. Задавайте свой вопрос, что вас волнует? Здравствуйте, у меня вопрос. По официальным данным, сколько наших граждан сейчас находится в Сирии и воюют в Сирию? Ну можно не обязательно в Сирии, а в арабском регионе, наверное, взять. Ну в целом, я бы хотел бы ответить на то, что у нас имеется возбужденное уголовное дело, и ввиду неразглашения следствия я бы не хотел точно количества... Но это единицы, десятки? Да. Ну у нас есть порядка десяток лиц, которые выехали, но, естественно, все данные лица установлены. У нас есть возбужденное уголовное дело. К примеру, у нас в этом году были осуждены 11 лиц, попытавшихся выехать для участия... Даже попытка уже карается законом. Да, то есть у нас они самостоятельно пытались выехать. У нас в уголовном кодексе Республики Казахстан имеется статья 172 за участие в деятельности иностранных вооруженных конфликтов. И по этой статье у нас судами области было 11 лиц, привлечены к уголовному ответственности. Все данные лица пытались пересечь государственные границы с целью... Дали попытки для участия вооруженных конфликтов, то есть на территории арабского государства. Скажите, после серии терактов многие мировые столицы, многие крупные города увеличили меры безопасности в аэропортах, на вокзалах. Произошло ли что-то подобное у нас? Насколько безопасно в городе? Ну, естественно, безопасность наших граждан на первом, так скажем, ряду. Основная обязанность наших всех правоохранительных систем. Поэтому у нас система безопасности отслеживается правоохранительными органами, в частности сотрудниками ДВД, а также охранным организациям усилены. Идет сейчас вариант службы. То есть у нас те массовые скопления людей, где имеется вокзал, аэропорт, то есть уже все безопасность там уже контролируется. И это является первой задачей на данный момент. Когда я говорил о роликах, мы знаем, что сеть интернет охватывает буквально все. Сейчас можно посмотреть различные ролики экстремистского содержания, можно поделиться в социальных сетях с друзьями какими-то картинками, сказать о своих предпочтениях. Я знаю, что есть уголовные дела доведенные. Вот к таким активным, как можно сказать? У нас интернет-ресурс, интернет-пространство является одним из способов вовлечения вреда интернационного влечения. Несмотря на отдаленность, то есть на контингент, на географическое, но интернет является самым таким активным методом вовлечения в интернационное влечение. И поэтому, как я вот хотел обозначил, то есть членами Исламского государства, ИГИЛ, у них очень много, множество роликов, которые сняты про свою деятельность. Но данные все ролики, также нами, органы прокуратурами мониторнятся, интернет постоянно мониторнится. И в случае выявления таких роликов в судебном порядке, данные ролики закрываются. И идет контрпропагандическая работа, то есть, сами вы знаете, мы и с вами неоднократно снимали ролики, где идет работа профилактики. И данные ролики также размещаются в сети интернет. Но за пропаганду терроризма у нас также имеется уголовная ответственность. Уголовным кодексом Суль-Казахстана предусмотрена статья 256, это пропаганда терроризма. И в этом году, в принципе, у нас имеется также 7 лиц, которые были осуждены по вышеуказанной статье. То есть, за пропаганду... То есть, просто просмотрев ролик, разместив его в социальных сетях, пригласив друзей для просмотра, можно попасть вот под эту статью? Да, у нас также имеется административная ответственность. То есть, это ответственность за изготовление, ввоз, хранение и перевозку информационных материалов экстремического характера. То есть, основном, по данной статье, естественно, попадает молодежь. То есть, будучи интересом, вовлечение, они, получается, скачивают на свои мобильные телефоны, либо на флеш-карты. И при хранении, допустим, они уже сами не понимают, что входят в орбиту аспиративного правонарушения. То есть, здесь уже правоохранительный орган тоже... Где и до уголовного недалеко. Да. И поэтому, если соответствующая экспертиза указывает, что в данном ролике имеется агитация экстремиста, то сначала идет административная ответственность, потом далее уже идет уголовная ответственность. Хочется обратить внимание на важный аспект работы. Я понимаю, что ответственность жесткая для активистов, пропагандистов терроризма и экстремизма. Ну вот, попали места заключения. Как говорим, мы исправительные колонии. Есть ли шанс исправить и поставить их на путь истинных традиционных религий, которые тысячелетиями уже испытаны, все-таки отвести их от нетрадиционных? В принципе, на законодательном уровне у нас отмечено то, что государственные, правоохранительные специальные органы обязаны не только выявлять и пресечать деятельность незаконных, религиозных течений, либо вовлечения в них. Также у нас предусмотрено проведение правоохранительных работ. То есть одна из сторон проведения правоохранительных работ у нас не заканчивается пресечением и осуждением человека. То есть мы проводим правоохранительные работы и в местах лишения свободы. Вам известно, у нас по области были сняты ряд роликов, допустим, как «Украденное детство», «Заблудившиеся» и вашим телеканалом были сняты ролики, где также были моменты присутствующие, где осуждены сами после осуждения и понимания, что их мнение было ошиблено, они давали интервью, что действительно они ошиблись и каялись в своем деянии. — Проводилась работа с их родственниками? — Да. Также, естественно, момент после осуждения, естественно, у них на воле остаются их жены, их дети. Естественно, все они не остаются ни в поле зрения государственных органов. Здесь в КУП надо обозначить то, что не только правоохранительные, но также и местные исполнительные органы. То есть это органы образования, органы управления внутренней политикой, управления по делам религии. То есть все они не остаются без внимания государственных органов. И со всеми у нас ведется профилактическая работа. — Когда произошли теракты в Париже, люди стали с органами проводить расследования и выяснили, что все-таки это никакие не заезжие террористы, те люди, которые родились в этой стране. Может быть, они и придерживались нетрадиционного течения, не суть, это важно. — Скажите, в какой среде благотворно все-таки всходят сходы экстремизма? То есть это должны быть люди неработающие, должны быть люди какие-то активные фанатики религии. Вот кто все-таки те, которых вы привлекаете к ответственности? — Ну, я бы хотел сказать, что в основном это идет у нас молодежь. — Молодежь. — Да, молодежь до 22 лет. Но, естественно, не только лица, которые безработные, и среди них есть лица, которые с высшим образованием. То есть, я бы хотел сказать, что эти лица заблудившиеся, то есть без знания, без какого-либо получения каких-либо религиозных течений, они пытаются получить повыше свое знание в области религии. И, естественно, попадают в руки уже, так скажем, более опытных тех лиц, которые уже вовлечены в ряды нетрадиционных религиозных течений. И вместо того, чтобы, допустим, пойти в какое-либо религиозное объединение, официально зарегистрированное, чтобы там, так сказать, повыше свои знания, тоже церковь, либо мечеть, они, получается, идут получать знания, так скажем, на улице. — Значит, можно признать, что проповедники деструктивных течений ведут более агрессивную пропагандистскую работу, то есть более как-то притягивают к себе приверженцев, используя нетрадиционные методы? — Нет, у нас также, вот, насчет миссионерства, у нас также имеется ответственность, то есть незаконное проведение незаконной миссионерской деятельности. То есть миссионер — это человек, который проповедует ту или иную религию. Все миссионеры у нас должны получить специальное разрешение за регистрицию в полномочном органе и только после этого проводить миссионерскую деятельность. За это у нас, за незаконную миссионерскую деятельность у нас также предусмотрена ответственность, это за занятие незаконной миссионерской деятельности. — Куда обратиться, если вас остановили на улице и пытаются вовлечь разговор о различных религиозных течениях? — Естественно, можно обратиться по простому, это органы внутренних дел на Брафис 102, либо органы прокуратуры обратиться. Также у нас имеется горячая линия, создана по вопросам религиозных 114, либо у полномочного органа управления по делам религии, где всегда найдется ответ на любые вопросы. — Буквально взглянув 10 лет назад, мы редко видели на улицах Уральска женщин, одетых в никабы, в хиджабы. Сейчас они встречаются, и они могут посещать школы, колледжи, учебные заведения, поликлиники, больницы. Вот скажите, есть ли какая-то регламентация законная, где все-таки стоит одевать это, а где постараться избежать все-таки? — Я бы хотел обозначить, что у нас в целом религия отделена от государства, это обозначено в Конституции Республики Красноярска, но, естественно, религия не отделена от общества. И каждый человек, каждый гражданин нашей республики, нашей области, он более-менее как религиозный. И вопрос одежды, вопрос религиозного убеждения, это, естественно, его внутреннее убеждение. Ну, естественно, у нас в каждом государственном органе, тоже в органах образования имеется соответствующий устав. То есть работники, либо учащиеся должны подходить по стилю одежды, по внешнему, по внутреннему, по раннему этим уставам. Ну, естественно, имеются лица у нас, конечно, но я бы хотел сказать, что каждым годом это все равно становится меньше, потому что идет у нас сейчас профилактическая работа, очень много лиц, которые уже у нас осужены, и поэтому сейчас профилактическая работа ведется в полной мере по отращению. Хочется все-таки узнать, работа с молодежью, важный тоже аспект, без молодежи, которая именно является теми первыми бойцами террористического фронта, не обойтись. Скажите, что же у нас делается? Какие организации вовлечены? Потому что прокуратура или система образования не может справиться? У нас, как я вот выше сказал, у нас в области уполномоченным органом управления по диаметрам религии создано 26 информационных пропагандистских групп, в состав которых входят теологи, специалисты в области психологии, в области образования и, естественно, сотрудники правоохранительных органов. То есть у нас есть информационные пропагандистские группы на территории районов, каждого района, города и области. Естественно, бывают у нас выездные встречи, бывают у нас на местном уровне. Мы проводим шерахматажные масштабные акции, это видеофлэшмоб. В сентябре месяце у нас проводился флэшмоб, в котором были вовлечены более 5000 студентов. Также у нас задействовано управление молодежной политикой, управление внутренней политикой. И все вузы, в принципе, они активно с нами работают, участвуют во всех наших начинаниях, во всех наших профилактических работах. То есть, если мы ранее сами как-то создавали план, создавали нашу рабочую группу, то сейчас, в принципе, уже от каждого учреждения образования, то же самое институт, у них уже инициативно сами проявляется. Они сами нам пишут, сами пытаются с нами организовать встречи, встречи с выпускниками, встречи с признаками, встречи с первокурсниками и так далее. У нас осталось буквально две минуты. Я знаю, что в последнее время в социальных сетях, тоже в связи с участившимися террористическими актами и угрозами, появляется сообщение, что не стоит ходить в крупные торговые центры, в ночные клубы, в места массового скопления людей, что там возможен теракт. Скажите, откуда это появляется и существует ли ответственность для тех, кто распространяет подобную информацию? У нас, естественно, предусмотрена ответственность за... У нас предусмотрен уголовный кодекс, ответственность за лжив-терроризм. У нас предусмотрена... И она ужесточена? Да, ужесточена. То есть, у нас недавно был в Таскалинском районе, был переговорен к трем годам лишения свободы лицо, которое ложно сообщило о акте терроризма. Также имеется административная ответственность, то есть, которая посредством СМИ сообщает о каких-либо готовности, допустим, не только о теракте, но в целом о каких-либо кризисных ситуациях. Но масса скоплений людей, как я сказал, у нас все ведется на контроле. И, в принципе, каких-либо гражданам, я думаю, уже не стоит беспокоиться, потому что у нас есть ответственность за какие-либо... Да, цель нашей программы, конечно же, не напугать наших людей, а просто разъяснить тем, кто заблудился, как вы сказали, о том, что есть все-таки традиционные религии, которые проверены временем. Я благодарю нашего гостя Алмаса Унаева, начальника отдела прокуратуры Западно-Казахстанской области, за то, что на чистоту ответил на все наши вопросы. А с вами мы встретимся на следующей неделе в это же время на этом же телеканале. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok